Основные правила поведения на дороге пешеходов знают даже первоклассники. Но важно еще и соблюдать эти правила. С таких слов начала мероприятие Евгения Кузьмина. Человек, отвечающий в школе номер 7 за пропаганду безопасности дорожного движения. В школе у нее есть помощники, юные инспекторы, ученики четвертого класса. Надо сказать, что в этом году создана новая команда юидовцев. Ребята с энтузиазмом взялись за интересное дело. Ребята предыдущие, которые отряд юид, они у нас сделали тоже очень много. Занимали первые места в районном отряде, в районном слете юид, в областном слете участвовали. И вот теперь пришло время с ними попрощаться и у нас новый отряд. Насколько хороша смена? Потрясающе хороша. Ребята, во-первых, очень творческие, активные, желающие творить. Варя Катасова и Арина Таньжова уже точно знают. В будущем они обязательно станут государственными инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения. Моя задача состоит в том, что мне надо научить маленьких детей соблюдать и знать правила дорожного движения. Это имеет очень важное значение, так как если они не будут соблюдать те или иные правила, то будет очень плохо для их самих и для окружающих. Мне нравится объяснять другим правила, чтобы они соблюдали. А когда дети маленькие перебегают дорогу, это очень опасно. Возможно, девчонки и вправду пронесут свою мечту через годы и воплотят ее в реальную и очень важную работу. А пока они помогают своим младшим товарищам повторять простые, но необходимые правила поведения на дороге. При каком свете можно переходить улицу? При красном-прекрасном я знаю. Да, ребята? Привет! Государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Меникова – частый гость в этой школе. Вчера, к примеру, проводила беседу с подростками. Сегодня встреча с ребятами из начальных классов. Разговор не менее серьезный. Видите мне, вот в таких жилетках наши ребятки на проезжей части будут в абсолютной безопасности. Говорить со школьниками о безопасности на дороге, считает Ирина Николаевна, накануне весенних каникул особенно важно. Многие в порыве весеннего настроения уже достали из гаражей велосипеды, после школы дети стали больше проводить времени на улице. Все это – дополнительный повод подумать о безопасности. Безусловно, очень большая и мощная работа. Я благодарна нашим юидовцам. И сегодня наше мероприятие опять связано с предупреждением детского травматизма в свете весенних каникул. С 16 марта по 5 апреля на территории Московской области проводятся весенние каникулы, чтобы нашим деткам помочь адаптироваться вне учебного процесса. Первоклассники к таким урокам относятся серьезно, понимая всю их важность. Если красный светофор, значит я стою. Если желтый, тогда я должна приготовиться. А когда зеленый, я иду. Если ты не посмотришь по сторонам и пойдешь на красный свет, тебя могут сбить. Не, я всегда соблюдаю правила дорожного движения. При переходе дороги я смотрю по сторонам. Свои знания ребята дополнили, посмотрев учебный фильм, из которого они узнали много интересного из истории дорожного движения. Впереди лето, а значит есть возможность на практике применить знания, полученные на уроках безопасности. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Продолжение следует...